Уважаемые коллеги, добрый день. Мой доклад посвящен лекарственной терапии начального рака эндометрия. Полтора года назад в одну из московских клиник ЭКО обратилась пациентка 38 лет с диагнозом первичное бесплодие в течение 5 лет. По результатам УЗИ выявлена патология эндометрия, в связи с чем выполнена гистероскопия. Визуально эндометрия был изменён по всем стенкам полости матки, выполнено раздельное диагностическое выскабливание и по результатам гистологического исследования это ГРЭЙТ-1 эндометриоидная аденокарцинома на фоне атипической гиперплазии эндометрия. Пациентке был проведён курс гормонотерапии, достигнут полный ответ и на видео представлена гистероскопия при подготовке к переносу эмбриона. Визуально эндометрия не изменён и гистологически подтвержден полный ответ на лечение. В настоящее время пациентка находится во втором приметстве беременности. Данное клиническое наблюдение демонстрирует возможности лекарственной терапии начального рака эндометрия у молодых пациенток, желающих сохранить фертильность. Метод гормонального лечения известен уже более 35 лет, однако до настоящего времени оригинальные исследования включают лишь ограниченное число пациентов, что связано с редкостью рака эндометрия у пациенток молодого возраста. В 2019 году французские исследователи опубликовали систематический обзор, включавший публикации с 1950 до 2017 года. Анализировались все исследования по гормонотерапии предрака и рака эндометрия у пациенток, где в исследованиях было более пяти наблюдений. Таких исследований оказалось всего 65, 22 проспективных и 43 проспективных. И всего 4 публикации содержали число пациентов более 50. Наибольшее число больных было в исследовании корейских авторов по руководствам ПАРТа 2013 года 148 пациентов. В 2019 году мы завершили собственное проспективное исследование, включавшее 418 пациенток, в середине 228 с диагнозом атипической гиперплазии эндометрия и 190 с диагнозом начального рака эндометрия. Всем пациенткам была проведена гормонотерапия. В случае отсутствия полного ответа по результатам гистологического исследования, наличия стабилизации, частичного ответа или прогрессирования, пациентам была рекомендована операция. У группы, где был достигнут полный ответ, пациентки наблюдались, и мы оценивали репродуктивные результаты, а также онкологические результаты в виде чистоты и рецидива. Критериями отбора являлись репродуктивный возраст, настойчивое желание пациенток сохранить фертильность и информированное согласие. Гормонотерапию проводили при гистологическом диагнозе атипической гиперплазии эндометрия, либо при раке эндометрии в виде эндометриоидной аденокарциномы, грейд 1-2, без признаков инвазии по данным МРТ или с минимальной инвазией до 2 мм, а также при отсутствии признаков отдалённых метастазов. Основой консервативного лечения до настоящего времени остаются высокие дозы гистогенов. При выборе препаратов мы остановились на левоноргистрел, содержащий внутриматочной системе, которая позволяет обеспечить концентрацию левоноргистрела в эндометрии в 100 раз выше, чем при использовании пероральных гистогенов. При этом лечение сопровождается минимальными побочными эффектами. Дополнительно мы использовали агонисты гонадотерапин-режимингормона для обратимого выключения функций яичников. При выборе агонистов для гормонотерапии мы рассматривали 4 препарата, зарегистрированные в Российской Федерации и остановили свой выбор на препарате бусилилин. Это единственный из агонистов, имеет официальное показание в инструкции гиперпластические процессы эндометрии. Препарат бусилин-депо отечественного производства появился на нашем рынке в 2003 году. На сегодняшний день есть публикации в эффективности бусилин-депо при доброкачественной патологии в виде гиперплазии, эндометриоза, миомы. И мы располагаем на сегодняшний день успешным опытом применения этого препарата при атипической гиперплазии и начальном раке эндометрии. В нашем исследовании группа пациенток с атипической гиперплазией эндометрия и раком эндометрия статистически значимо различались лишь по возрасту. При этом медиана возраста составила 34 года для атипической гиперплазии и 32 года для рака эндометрия, что, наверное, клинически не очень значимо. Обращает на себя внимание, что лишь 29 и 25 процентов пациенток имели индекс массы тела выше 30. Большинство больных не имели даже одних родов до установления диагноза. Также большинство больных, 78% и 72% имели регулярный менструальный цикл. В половине случаев пациенты не имели симптомов патологии эндометрия на момент установления диагноза. Среди женщин с диагнозом рака эндометрия 10% имели ГРЭЙД-2 и признаки начальной инвазии по МРТ также 10%. Изучая гормонотерапию при атипической гиперплазии, мы начали с монотерапии левоноргистрел, содержащей внутриматочной спиралью, и использовали 2 РДВ исходно и через 6 месяцев от начала лечения промежуточное состояние эндометрия контролировали с помощью пайпербиопсии. Далее мы присоединили к левоноргистрел, содержащей внутриматочной системе агонисты гононотерапии на первые 3 месяца. Мы не увидели преимуществ этой схемы и вернулись к монотерапии левоноргистрел, содержащей внутриматочной системы, однако добавили еще одно РДВ в середине лечения. Одновременно с использованием спирали у нас была группа пациенток, которым использовали высокие дозы медроксипрогестерона ацетата, пероральный гистоген. При достижении полного ответа пациентам рекомендовалась беременность, возможно с использованием ВРТ, либо рекомендовалось профилактическое использование левоноргистрел, содержащей внутриматочной спирали. При отсутствии полного ответа рекомендовали гистероктомию и в ряде случаев при настойчивом желании пациенток продолжали гормонотерапию до 9-12 месяцев. При раке эндометрия мы изучали сочетание левоноргистрел, содержащей внутриматочной системы и агонистов гононотерапии релизинг гормона. На первом этапе выполняли 2 РДВ и в середине лечения пайпербиопси эндометрия. Далее у группы пациенток мы совместили левоноргистрел, содержащий внутриматочную спираль, и агонисты гононотерапии релизинг гормона, а также высокие дозы медроктипрогестерона ацетата. Мы не увидели преимущества этой схемы и вернулись к схеме внутриматочной системы и агонистов, добавили еще одно РДВ. И также как при атипической гиперплазии у нас была группа пациентов, получавших медроктипрогестерона ацетат. Тактика лечения не отличалась также как при атипической гиперплазии эндометрия. Уже через 3 месяца от начала гормонотерапии мы зарегистрировали полный ответ у 93% больных с атипической гиперплазией эндометрии и у 77% пациенток с диагнозом начального рака. Наш протокол подразумевал лечение не менее 6 месяцев и на этот момент частота полного ответа увеличилась. У части больных лечение было продлено до 9-12 месяцев. Итоговая эффективность использования левоноргистрил, содержащим трюматочную спираль, при атипической гиперплазии составила 98%, для начального рака эндометрия 89%. Различия в частоте полного ответа статистически значимы. При атипической гиперплазии эндометрия все три варианта с использованием левоноргистрил, содержащим трюматочной спирали, были высокоэффективными и различия были статистически незначимы. При использовании высоких доз метроксипрогестеронного цитата частота полного ответа составила 87% и статистически значимо уступала левоноргистрил, содержащий трюматочную систему. Для рака эндометрия использование левоноргистрил, содержащий трюматочную спираль в сочетании с агонистами и с метроксипрогестеронного цитата показало наименьшую частоту полного ответа 71%. Наиболее высокая частота полного ответа 96% достигнута в группе где спираль сочеталась с агонистами и было выполнено три раздельных диагностических выскабливания. Среди 418 пациенток, которые в нашем исследовании получали гормонотерапию, 32 не были излечены, 47 выбыли из-под наблюдения и мы проследили 339 пациенток в сроке от 3 до 137 месяцев. Медиана длительности наблюдения составила 33 месяца. 68% женщин сохранили репродуктивные намерения и планировали беременность. 88 из них, что составило 38% с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Беременности наступили у 53% женщин и беременности завершили с родами у 42% пациенток, планировавших беременность. За время проведения исследований всего родилось 107 детей, у 5 женщин были двойни и 5 женщин уже дважды родили на сегодняшний день после излечения. Метод гормонотерапии отличается достаточно высокой частотой рецидивов. В нашем исследовании частота рецидивов для атипической гиперплазии составила 26%, для рака эндометрия 36%, показатели 5-летней выживаемости 72% для атипической гиперплазии, 57% для рака эндометрия. Ракличия статистически значимы. Учитывая большое число пациенток, нам удалось проанализировать прогностические факторы рецидивов. При однофакторном и многофакторном анализе статистически значимым оказался исходный диагноз прогноз при раке эндометрии хуже, чем при атипической гиперплазии. Статистически незначимым фактором оказалось использование вспомогательных репродуктивных технологий. Роды после излечения, а также профилактическое использование левоноркестрол, содержащим крематочные спирали, статистически значимо снижало частоту рецидивов. На слайде представленная кривая безрецидивной выживаемости у пациенток, применявших и не применявших ВРТ, различия статистически незначимы. В случае наличия родов после излечения частота рецидивов составляла 11%, в сравнении с 37% у женщин без родов. Различия были статистически значимыми как для группы атипической гиперплазии эндометрия, так и для начального рака эндометрия. При профилактическом использовании левоноргистрил, содержащий внутриматочную систему, у тех пациентов, которые не планировали беременность, частота рецидивов также оказалась значительно ниже, чем без спирали, 10% против 33%. При этом защитный эффект такой профилактики был более выражен при начальном раке эндометрия. Таким образом, гормонотерапия с использованием левоноргистрил, содержащий внутриматочную спирали, является эффективным методом лечения атипической гиперплазии начального рака эндометрия. Частота полного ответа составляет 98 и 89% соответственно. После излечения сохраняется высокий риск рецидивов 26% при атипической гиперплазии и 36% при раке эндометрия. Роды после излечения, а также использование левоноргистрил, содержащий внутриматочные спирали, статистически достоверно снижают гиперплазии после излечения. Спасибо за внимание.